так ну чё ждем лёху взяли шаурму сейчас перекусим короче и выдвигаемся использую короче смазку белую над она намного лучше и когда смазываешь ты видишь где-то смазал значит другой как бы не всегда понятно особенно в мокрую погоду если это на трассе смазываешь какие-то участки можешь пропускать тоже есть хорошо звезда будет изнашиваться все равно чуточку быстрее короче никак встретиться не можем ждем он задерживается то я задерживаюсь это наш архамельский тэц пока горячую воду не дали еще не дымит сегодня короче не стойно где я проснулся ну или и люди тоже короче бабушка подрезала перестраивается с правого ряда налево я по я по левому ряду унесу меня-то понятное дело что со скоростью то экономичная еду как бы не крышу с безопасной скоростью еду короче вот тормозиться успел ну и как бы подошел подъехал уже потом она с мужем сидит я говорю за такие маневры обычно зеркала сносят надеюсь что и понятно стало а так ну иначе то как человек я в зеркало не видит надо же как-то наказывать по идее ну я уже из того возраста вышел чтобы зеркала сносить хотя еще семь лет назад был такой момент так что так все-таки город маленький там эти конфликты камеру и здесь сейчас нафиг это нужно меня еще номер заставили протереть вчера на дорожниках ну не оштрафовали как бы номер протер все отпустили хотя по идее за даже снимают номера в общем ну такое лояльное отношение гаишников мотоциклистам потому что многие из них тоже ездят за рулем мото кто-то просто уважает мотоциклистов потому что это как бы такой транспорт ну не для каждого многие просто боятся как огня мотоцикл для них это как знаете наверно на ракету в космос ну сесть да и полететь потому что любая ошибка вот я говорю любая ошибка автомобилей в потоке любая ваша ошибка если вы не видите да наперед ситуации опять же если нет опыта вождения на автомобиле это вдвойне сложнее или даже больше чем вдвойне то есть вы каждый рискуете жизнью поэтому научитесь ездить на автомобиле потом садитесь уже за мотоцикл и вы сможете помочь как в сегодняшнем утреннем случае человеку объяснить что неправильно пока не знаю до нее дойдет не дойдет все таки возраст вот ну по крайней мере вы живы и здоровы ничего вас не сломано все цело ладно ждем легку едем семиозерия я был в той стороне это короче в сторону ижмы вот в направлении аэропорта короче и едем все прямо 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 и там уже потом по грунтовочки опять по нашей любимой и доберемся как всегда выбрали дорогу для путешествия идеального просто для чопера где-то надо пройти еще километров 45 короче на отворотке на изму и лёха пошел интернет ловить маршрут надо было прогрузить куда мы планировали ехать там потому что отворотку не сразу найдешь сейчас если получится то найдет если нет мы будем у местных спрашивать наверное что еще то остается если всегда должно быть непредсказуемым быстро ты едешь и устал тебя заснять короче на ходу кто по 120 блин у меня максимум 80 мне неудобно на нем конечно ехать с такой скорость буду потихоньку догонять короче проехали уже порядка 40 километров дорога вообще хреново мы планировали на 7 озер там дорога короче чисто для внедорожен мы на обратке может быть попробуем немножко проехать сейчас пока в деревню чесловинскую заедем или что-то там вроде такого село деревня посмотрим там и уже потом может поедем дальше в общем остановились чисто инской здесь похоже на базу отдыха очень длинный забор территория просто огромное заброшенное здание совинская 1 сейчас поедем еще к речке посмотрим там вид хороший открывается на мотоцикле можно заехать такие красивые места блин у нас тут на севере конечно мест просто не за самое количество бесконечно красивых флаг морпехов сейчас на речке лодьми короче будем ловить щуку пока не поймаем отсюда не уедем у нас кстати говоря же где застрой и там тоже часовинская две одинаковые деревни с одним названием да 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 три часовинский казанка старенькая уже клёпаная еще надежная это еще успокоители волн успокоители от волн стоят же у них сюда для устойчивости дополнительные она скорее всего не потопляемая когда если переворачивается за счет пустот этих на воде будет держаться возможно могу ошибаться вообще по идее должна потому что у них пусту как скажи как у нас да там бак закрытый здесь тоже бак без поводка ты ничего не поймаешь ну если она будет с руку то она откусит без поводка тебе хотя бы окуня поймать заброшенные бани здание что здесь было не знаю возможно действительно местный клуб был лодка не знаю с каких времен прям очень старая у нее еще и руль был судя по всему этот наварыш для чего-то нужен возможно крепился в общем руль пропеллер куда вин защищал скорее всего до строение там не знаю сколько им лет очень много природа природа пока еще солнце светит прямо это все в таких ярких красках выглядит очень круто здесь что делают много камней возможно обжигает что-то ну типа провода короче температура нужно отмели какие-то изделия из металла температуру большую нагоняют возвращаемся к лёхе он там уже поймал банька сетки ну да баня ну чё-то нихера не светит зараза о давай вот внутрь можно заглянуть что там на телефон не уронить блин туда печка осыпалась прикольно тазик блин так заглядываешь а там труп лежит или еще чень ну в общем точка у нас кирки лодьма это планировали в другое место но оказались здесь хотя бы это короче пока лёха рыбачит я прилег немножко отдохнуть полюбоваться видами здесь конечно мясо пожарить было бы неплохо отдохнуть вот транспорт наших северных краев вездеход блин интересный транспорт конечно кайфовый и как бы глубины не боишься какие без разницы пофиг зимой можно поездить лёха короче поехал на разведку в одну деревню заехать но тут фишка в том что самая красота там открывается же деревенские старые дома здесь то уже как бы частная частная территория уже чувствуется как бы прогресс как исторически нам не интересен чем-то все на этом короткое было путешествие семи озерам там нужно ну либо как у лёхи тур эндуро либо кроссовый мотоцикл там потом будут ручьи нам уже сказали что где-то там прям чуть ли не по пояс воды поэтому там достаточно сейчас конечно засуга может быть там и поменьше глубина но может получится так что приедем туда и по факту зря скатаемся а дорога там ну то что вот вы видели это ну вот в принципе начало это дорог дороги семи озерия там еще порядка 25 километров нужно проехать сейчас все сухо но уже виду что херовая дорога ну чё думаешь поедешь лёх я понедленно скорее с клиентом не проеду там не проеду я там попробовать можно разочек сколько 25 километров блять дохуя это когда новодвинска херачить даже больше короче у нас легкой пути разошлись как обычно просто мучить мотоцикл как нет смысла его мучить потому что блин дороги нет клиренса мало вот если бы еще вот такая нормально можно было бы мы посмотрели деревню все в принципе этого достаточно он я уже вижу что он будет едет медленно уже должен уйти за поворотника находимся на самом деле вообще в глухом лесу здесь и медведи и волки меня никого только нет сейчас еще перекурю постою немножко спасибо за внимание в такой короткий последний крайний оффроуд заезд на кавасаки вулкан